Несомненно, лабораторный блок питания является одним из важнейших инструментов радиолюбителя, наравне с паяльником или мультиметром. И у каждого радиолюбителя есть выбор, сделать блок питания самому или купить готовый. Всем привет! Как вы уже догадались, речь пойдет о лабораторном блоке питания. В предыдущих видео на канале вы могли уже видеть два варианта изготовления блоков питания своими руками. Но сегодня речь пойдет о покупном. В поисках блока питания я, как обычно, обратился к Алиэкспресс. В принципе, было два варианта. Первый самый популярный и второй менее популярный, но, по моему мнению, ни капли не уступающий первому, а даже имеющий ряд преимуществ. Перед заказом посмотрел некоторые обзоры на ютубе на этот блок, после чего сомнения по поводу выбора блока питания совершенно отпали. В общем-то, недолго думая, заказал его и стал ждать. Доставка была из России, курьером на дом и привезли его в течение недели. Очень даже неплохо. Посылка состояла из двух частей. Первая – это коробка с самим блоком питания, а вторая – это дополнительная снастка. И это является огромным плюсом. С этим блоком питания сразу в комплекте идет большое количество дополнительных проводов и переходников. Наверное, здесь находятся, если не все, то большинство из существующих разъемов питания. Довольно полезные провода с крокодилами на концах, а также присутствуют вот такие дополнительные щупы. Эти щупы можно использовать как с мультиметром, так и с блоком питания. Штука очень удобная. По поводу щупов могу сказать, что они хорошего качества. Каждый щуп имеет вот такой наконечник, под которым находится токопроводящая часть. И здесь она острая, как иголка. Это нужно, во-первых, чтобы можно было добраться до самых миниатюрных контактов, а во-вторых, при необходимости, можно проткнуть изоляцию провода и добраться до его токопроводящей жилы. В общем-то, одни эти щупы стоят дороже вот такого мультиметра с его щупами. Мне кажется, неплохой бонус к блоку питания. Сам блок питания и шнур питания от сети находятся вот в этой коробочке. Блок питания имеет довольно скромные размеры. По фотографии с Алиэкспресс может показаться, что он гораздо больше, но на самом деле это не так. Хотя миниатюрные размеры это, скорее всего, плюс, а не минус. Меньшая занимаемая площадь с аналогичным функционалом. Корпус полностью металлический и служит в качестве радиатора охлаждения. Скорее всего, большая площадь радиатора позволила избавиться от активного охлаждения с помощью вентилятора, что делает блок питания абсолютно бесшумным. Данный блок питания питается от сети 220 вольт. Также может и от 110, но думаю, это не актуально. А на выходе имеет регулировку напряжения от 0 до 32 вольт и регулировку тока от 0 до 5 ампер. Есть варианты с напряжением до 60 вольт и током до 10 ампер, но стоят они гораздо дороже. Но тут уже нужно выбирать в зависимости от своих нужд. У меня пока не было такой необходимости в таком высоком напряжении. Рассмотрим поближе. Начнем с задней стенки. Здесь расположен разъем питания 220 вольт, выключатель сетевого питания, переключатель питающего напряжения 220-110 вольт. Он, кстати, утоплен и случайно его переключить весьма затруднительно. А также выходные клеммы. Да-да, выходные клеммы расположены в задней части блока питания. Удобство такого расположения сомнительного, но как есть. На лицевой панели расположены индикаторы напряжения и тока. Управление блоком питания цифровое и осуществляется с помощью энкодера. В зависимости от положения переключателя напряжение и тока заменяются одним и тем же энкодером. Ну и соответственно слева от энкодера расположен переключатель, регулировки тока или напряжения. Чуть ниже расположились две кнопки. Первая кнопка блокировки. Она блокирует текущие значения и не позволяет их изменить. Вторая кнопка включает или выключает напряжение на выходе блока питания. Давайте включим. Итак, как уже было сказано ранее, регулировка осуществляется при помощи энкодера, который в свою очередь может вращаться влево и вправо, а также работать в качестве кнопки при нажатии. Переходим в режим регулировки напряжения и вращаем энкодер. Можем изменять значение. Да, изменяется очень медленно и точно. По одной сотой вольта. Казалось бы это минус. Устанешь крутить, ведь на других блоках питания есть резистор грубой настройки и резистор точной настройки. Но на самом деле все вовсе не так. Если приглядеться, то одна из цифр значения напряжения подсвечивается. Это значит, что при вращении энкодера она и будет изменяться. Если же нажать на энкодер, то эта цифра переключится на следующую. И изменяться будет уже она. Так можем выбрать шаг регулировки от сотых долей вольта до десятков. Так что это плюс. И при том это очень удобно и позволяет максимально точно выставить значение напряжения. Хотя, наверное, такая точность до сотых долей вольта и не нужна. Для регулировки тока переключаем переключатель напряжения на ток. И точно таким же образом можем регулировать значение тока, но уже до тысячных долей. Выставив необходимое значение, можем его заблокировать от случайного поворота ручки регулировки или его нажатия, нажав кнопку Lock. Теперь вращение регулировочной ручки не приносит никаких изменений и защищает от случайного вращения или нажатия. Кнопкой On-Off можем включить или выключить выходное напряжение. Ну а теперь посмотрим на точность показаний. Использовать я буду вот такой мультиметр. Сразу оговорюсь, что поверку он не проходил, потому его показания принимать за талоны не совсем корректно. Но я доверяю ему больше всех остальных. Для начала проверим значение напряжения на диапазоне до 2 вольт. Результаты вы видите на экране. И надо сказать, эти результаты не могут не радовать. Переключимся в диапазон до 20 вольт. Проверим точность в этих пределах. И опять положительный результат. При выборе блока питания. Я смотрел обзоры и там такой блок питания тестировали на поверенном вольтметре. И вот показания были примерно такие же. Что свидетельствует о хорошей заводской калибровке блока питания. В итоге скажу, что блок питания мне очень понравился. К его плюсам можно отнести компактные размеры, бесшумность из-за отсутствия активного охлаждения, высокая точность показаний вольтметра и амперметра, высокая точность настройки, как напряжения, так и тока. Цифровое управление имеет свои преимущества. От учетка изменения значения на один шаг, то есть ненужного вида значения. Также огромный плюс это дополнительная комплектация. Далеко не у всех блоков питания будет такое разнообразие шнуров и переходников. К минусам наверное можно отнести расположение клемм на задней панели. Такое расположение будет не всегда удобно. Но думаю плюсы перекрывают эту маленькую площадь. Думаю теперь это будет мой основной блок питания и буду пользоваться именно им. А вам спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и оценить видео. Желаю всем добра, до новых встреч и пока. Субтитры подогнал «Симон»!